Военно-спортивные игры «Зорница» по подготовке к военной службе и патриотическому воспитанию впервые провели в Крыму. Молодые люди призывного возраста прошли испытания по физической, строевой и огневой подготовке. Спортсмены соревновались в беге, метании гранат, подтягивании на перекладине и сборке-разборке автомата Калашникова. Дай привет! Отстань песню! Гали! Стой! Раз, два! Гали! Знаменитую игру многих поколений на таком уровне в Крыму проводят впервые. Региональный центр по подготовке к военной службе и патриотическому воспитанию устроил состязания между молодыми спортсменами, на которых они могут приобрести много полезных навыков и знаний. В играх участвует 100 человек, это 10 команд. Игроки – спортивные молодые люди от 18 до 25 лет. Этапы соревнований сложные среди испытаний. Не только проверка на выдержку, выносливость и физическую силу. Перед ребятами представлены и интеллектуальные задачи. Нормативов много. Это и военные нормативы, и нормативы ГТО, это и марш-броски, это и тактика. Ну, естественно, туда входят и сборки-разборки автоматов, работа с оружием, работа с гранатами. Ну, порядка где-то 30 позиций они проходят. Одним из самых сложных заданий – надеть бойцовский защитный комплект в виде комбинезона. Процесс ответственный. Ребята понимают, при реальной угрозе реагировать нужно за считанные минуты. Тренировками все получится. Надо стараться, не волноваться, не забывать про противогаз, перчатки. Отличные показатели выдали спортсмены и на соревнованиях по стрельбе сборки-разборки автомата Калашникова. Продемонстрировали собирать и разбирать оружие они уже умеют даже с завязанными глазами. Дмитрий Булгаков сдавал нормативы труда и обороны. Участвовал в забеге на 100 метров, подтягивался и проходил подготовку со всем взводом. Еще в детстве решил, когда вырастет, хочет быть военным. Я больше хочу попасть в элитные рода войск, чтобы остаться, а потом пойти на нормальную работу, работать каким-то человеком, оставить след после себя. Одним из этапов была и крупномасштабная тактическая игра пейнтбол. Штурм укреплений противника, организация наступления и обороны, выполнение заданий, требующих логического мышления и командной взаимопомощи. Спортсмены определяли маршрут противника по следам и преодолевали минное поле. Победители крымских отборочных игр поедут на соревнования, которые будут проходить в Чите в следующем месяце. Александра Корнович, Виталий Голубев. Время новостей. Заозерное.